МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Культура новости в студии Егор Бедуля. Здравствуйте. Его жизнь – история. Интерпретации часто уточняются, меняются. Академику Александру Чубарьяну – 90. Вопреки обстоятельствам. На самом деле есть только вопрекизм. Все лучшее делается вопреки. Золотая маска привезла в Ригу пять спектаклей. Красочный мир. Криптополис – название для рекламы. На самом деле это убежище для животных. В российский прокат вышел анимационный фильм «Криптополис». Поздравление с юбилеем принимает академик Александр Чубарьян. Доктор исторических наук, специалист по взаимоотношениям России и Европы в 20-м столетии. Чубарьян активно участвовал в разработке единой методики преподавания истории в школах. С юбилеером встретился Антон Николаев. Вот это мое рабочее место. Вот любимое мое место. В одной из последних книг Александр Чубарьян подвергает разбору своей же книги, написанной в советское время, когда все, что выходило из-под пера историков, должно было соответствовать линии партии. Я взял пять сюжетов, главных в моей научной деятельности, по которым выходили книги. И попытался сказать, как я сегодня отношусь к своим прежним работам. Одна из работ Александра Чубарьяна была посвящена вступлению Советского Союза во Вторую мировую войну. Предвоенный кризис, 1939-1941 год. Но я начинал этим заниматься, когда мы не признавали секретные приложения к пакту Молоту-Рюбентру. Мы отрицали их существование. Еще один трудный вопрос русской истории, в отношении которого произошла переоценка мнений Ленин и революция 1917 года. Сегодня, я бы сказал, Ленин представлял собой крайнее бланкистское, бакунинское крыло социал-демократии. Оно сочетало в себе элементы анархизма, насилия и утопии. Несколько лет назад под руководством Александра Чубарьяна был разработан историко-культурный стандарт, на основе которого были написаны новые школьные учебники по истории. В них Октябрьская революция стала именоваться Великой Российской, а Татаро-Монгольская Ига была переименована в систему взаимоотношений русских княжеств Золотой Ордой. У нас, говорят, переписывают историю, и это плохо. Ну, в общем, это дело такое традиционное. Во-первых, это новые материалы, а во-вторых, всё-таки человек живёт в обществе. Он не свободен от общества, это не чистый лист бумаги. И поэтому интерпретации часто уточняются, меняются. Александр Чубарьян сторонник того, чтобы не скрывать от общества трудных вопросов отечественной истории. Патриотизм предполагает любовь к своей стране, гордиться своей страной, но не скрывать то, что в истории было. И в этом смысле мы, скажем, в учебниках и всюду внесли в стандарт такие факты, как самые неприятные истории 20 века, это репрессии массовые, которые были в сталинское время. И об этом надо говорить, и в полный голос. Мы внесли также упоминания о Катыни. Александр Чубарьян – ведущий в нашей стране специалист по взаимоотношениям России и Европы. Его любимые герои русской истории – Пётр I и Екатерина II. Белинский написал, мы не хотим быть французами, мы не хотим быть англичанами, мы не хотим быть немцами, мы хотим быть русскими, но в европейском духе. Русский европеец Александр Чубарьян. В его доме повсюду фотографии европейских столиц и даже часы в форме Эйфелевой башни. Но на вопрос, что в русско-европейских отношениях для него до сих пор представляется загадкой, отвечает. У меня всё-таки, в принципе, волнует один вопрос. Когда, почему и зачем возникло такое отношение к России? Когда, зачем, почему возникла русофобия вообще? За исследование на тему «Россия и Европа» Александр Чубарьян в своё время получил государственную премию. А в преддверии юбилея президент России подписал указ о награждении академика Чубарьяна орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Антон Николаев, Александр Кубасов, Ксения Гершанок. Новости культуры. Фестиваль «Золотая маска» после вынужденного перерыва возобновил программу за рубежом. Семь российских спектаклей от балета до детской сказки увидят зрители трёх городов Латвии. Открытие форума прошло в Риге. Репортаж Дарьи Григоровой. О том, что маска бывает не только медицинской. За время пандемии забыли, кажется, даже искушённые театралы. Оттого латвийский зритель принимает фестиваль «Золотая маска» как дорогой подарок. Открывает его в Риге спектакль «Иранская конференция». На сцене целая плеяда звёзд. Вениамин Смехов, Ингеборга Дабкунайты, Нелли Уварова, Ксения Рапопорт, Игорь Гордин. Да и сам спектакль «Хит» Московского театра наций. Постановка по пьесе Ивана Ворыпаева удостоилась премии «Золотая маска» как лучший спектакль большой формы. Перед зрителем девять выступлений у микрофона. Это спикеры участвуют в конференции по наболевшей иранской проблеме. Проблеме взаимодействия с чужой цивилизацией. Но заканчивается каждое выступление не чужими, а собственными страхами, комплексами и бедами. Зал Рижского театра «Дайлес» откликнулся. Слова путают. Соцреализм, такой реализм, такой реализм. На самом деле есть только вопреки. Всё лучшее делается вопреки. Кроме иранской конференции в программе и уже полюбившейся латвийцам Горбачёв Алвиса Херманиса и балетная классика «Дон Кихот» Петербургского театра имени Леонида Якобсона и современное прочтение «Мёртвых душ» от Театра «Поиск» из Лесосибирска. При подготовке этих гастролей всем было очевидно, что в любой момент всё может сорваться. И когда мы уже въехали в страну, прошли паспортный контроль, только в этот момент мы выдохнули и поняли, что всё состоится. Слава Богу. Для нас это тоже очень большая радость. Трудности у артистов возникли с ковид-сертификатами. В отличие от соседней Эстонии, Латвия никакие российские прививки не признаёт. Здесь помогла поддержка фестиваля со стороны Министерств культуры двух стран. Вместе со спектаклями в Ригу приехала и сама «Золотая маска». Премию спустя полтора года после присуждения наконец вручили сценографу Андресу Фрейбергсу. На торжественное открытие фестиваля, которое из-за пандемии стало ещё и по-домашнему скромным, попасть без ковид-сертификата было нельзя. Участникам явно хотелось сбросить все маски. Но правила в Латвии сейчас строжайшие. Из-за роста заболеваемости в стране объявили чрезвычайную ситуацию. А с 18 октября спектакли будут идти при 60-процентной заполняемости. И когда нам сказали, что некоторые спектакли, особенно спектакль Горбачёв, Театр нации, попадает в ограничение по рассадке, конечно, для нас это тоже стресс. И мы понимаем, что мы очень сильно огорчим наших зрителей, которые не попадают на этот спектакль, которые за полгода покупали билеты и готовились идти действительно как на праздник. Те, кто не попадёт на спектакль Горбачёв из-за ограничений, уже приглашены на следующую, 16-ю золотую маску в Латвии. Она, как надеются организаторы, пройдёт уже безо всяких, вопреки. Дарья Григорова и Владислав Чернов. Вести из Риги. В Москве простились с Андреем Торстенсеном. Заслуженный деятель искусств, телевизионный режиссёр, автор многих программ на нашем телеканале, ушёл из жизни 11 октября. Ему было 85 лет. Проститься с мастером пришли коллеги, друзья, ученики. Коллеги режиссёра Андрея Торстенсена не скрывают слёз. Сегодня они прощаются с человеком, для которого культура была не просто понятие, а воздух, которым дышал сам и которым наполнял телевизионный эфир. Мы, может быть, не отдавали себе отчёт, но мы всем у него учились. Это был большой художник, это был большой талант и невероятно скромный человек. Торстенсен проработал на телевидении 60 лет. Снял около сотни документальных фильмов. Преданный театру, его отец был актёром, а мать – гримером в Камерном театре Таирова. Вместе с Натальей Крымовой создал цикл программ «Драматургия и театр». В 97-м новый этап на канале «Культура» делает телепостановки о Достоевском, Тургеневе, Пушкине. В цикле «Острова» идут его фильмы о Петре Чайковском, Альфреде Шнитке, Алисе Куонен. Чтобы профессионал был ещё образован, интеллектуально состоятелен, вот это был Торстенсен, понимаете? Это была фигура. Ему всегда было интересно и всегда было, что сказать. И это особая интонация Торстенсена, которую никогда не могли забыть ни великие актёры, ни коллеги по цеху. Он приносил юмор и какую-то удивительную свободу такую в обращении и в общении. О себе Андрей Торстенсен говорил. Я человек азартный от телевидения и любил это самое телевидение. Коллеги называли его не публичный телебог. Он дважды получал премию ТЭФИ. Делил триумф со своей командой. Для меня это, пожалуй, единственный режиссёр, который, оставаясь на телевизионном конвейере, создал свой уникальный авторский стиль и не изменил ему до последней картины. Герои его фильмов, великие актёры относились по-особенному к нему. Узнавали его и в театрах, и когда гулял по Тверскому бульвару. Несмотря на свой возраст, настолько современно мыслил и разговаривал на одном языке. У него были чистые глаза, замечательные чувства юмора. Он всегда приходил как-то так ипотечески. И в то же время с какой-то иронией мы общались про все наши будущие проекты и текущие проекты. Андрея Торстенсена отпевали в церкви Иоанна Богослова. Здесь неподалёку когда-то был театр Таирова, в котором Торстенсен научился главному – любить людей и быть свободным. Елена Ворошилова, Виктор Лошкул, Новости культуры. К другим темам в Дубае в необычном виде представили Давида. 3D-копию творения Микеланджело поместили в камеру, сделанную из стекла и каменных колонн, что не позволяет зрителям увидеть большую часть реплики. Организаторы выставки «Дубай-экспо» решили скрыть мужественную статую, чтобы не оскорбить чувств мусульман. Искусствоведы назвали сокрытие Давида гротескным и нелепым. Правда, в итальянском павильоне признают, что слишком поздно поняли, что привезти статую обнажённого мужчины в Эмираты – это ошибка. В прокат выходит анимационный фильм «Криптополис» американского режиссёра Дэша Шоу. Эпиграфом к сценарию ленты, которая получила высокую оценку критиков, стала цитата из Пикассо. «Стё, что вы можете вообразить, реально». Станислав Анисимов уже посмотрел картину. Главная героиня «Криптополиса» Лоран – профессиональная охотница за криптидами, мифологическими существами, живущими в наши дни в недоступных для людей местах. Она спасает их от браконьеров, укрывая в секретном заповеднике. Но однажды на его территорию проникают нежеланные гости. Новая работа Дэша Шоу говорит и об экологии, и о сострадании, об обществе зрелищ и потребления, а также о борьбе за личную свободу. Мультфильм в жанре фэнтези собрал положительные отзывы взыскательной фестивальной публики прежде всего из-за грамотной работы с острыми темами современности. Сложнее всего мне было контролировать работу своих коллег. Кто-то разрабатывал движение героев, кто-то занимался фоном. И все они должны были учитывать эмоциональное состояние персонажа в конкретном эпизоде. Так достигается единство стиля. Но это и есть самое сложное. Действие Криптополиса разворачивается в 60-х годах, но по замыслу авторов оно рассказывает о современности. Что будет, если фантастические возможности существ военные станут использовать в своих целях? Работа Дэша Шоу посвящена крушению иллюзии о новом мире, создаваемом контркультурой. Столкновение фантазии, прагматизма, воображение, загнанное в рамки коммерции. Эти темы стали ведущими для режиссера во время работы над фильмом. Это я виновата. Я не защитила тебя. Нет. Мы обе должны защищать друг друга. Какие нежности. Хватит, игра окончена. Авторскую позицию он выразил оригинально в изобразительной стилистике своей работы. Рисование — единственный способ увидеть воображаемые мифологические создания. Рисование — это прямой доступ к воображению, говорит Дэш Шоу. Незавершенность — это стиль моего фильма. Криптополис — это история про воображение. Я специально стараюсь вывести зрителя за пределы знакомого ему мира, раздвинуть границы реальности. В моем анимационном фильме много фантазий и вымысла. Сюжет Криптополиса развивается от очень личной, трогательной истории главной героини до катастрофы, способной впечатлить любителей голливудских блокбастеров. История для независимой анимации нетипичная, поэтому и привлекла внимание критиков по всему миру. И скоро весь мир узнает, как многого нам удалось добиться. Станислав Анисимов, Анастасия Васильева, Новости культуры. В Саратове завершил работу музыкальный фестиваль «Сотворчество», а в Вологде фестиваль «Кружева». Сегодня гостем программы «Главная роль» станет художественный руководитель этих двух смотров. Андрей Устинов. Смотрите в 19.45. А наш выпуск на этом завершен. Всего доброго и до встречи в 23.40.